МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырочкина и сегодня в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Паводок отменяется? Что ждет АЛЛАТР и другие города, которые каждый год попадают в зону затопления этой весной? Равнясь смирно. В каких условиях будут защищать родину нынешние призывники? Вы к нам, мы к вам. Как работает программа обмена школьников в Чувашии. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В апреле спасатели круглосуточно дежурят на реках Чувашия. Жители затапливаемых территорий закупают лодки. Но в этом году плавсредства АЛЛАТРцам, возможно, не пригодятся. Павдок в Чувашии должен пройти спокойно. Сегодня об этом говорили на селекторном совещании с руководителями регионов, которое провел председатель правительства России Дмитрий Медведев. В нем принял участие и глава Чувашии. Более 4,5 тысяч населенных пунктов Российской Федерации попадают в зону затопления вследствие весеннего паводка. Около 500 пожаров уже было зарегистрировано в стране с начала года. Хорошо, что подобная статистика не коснулась Чувашии. Природных пожаров в республике пока не было. Наводнений же вовсе не ожидается. Однако всегда нужно быть готовым к непредвиденным ситуациям. Больше пугают сейчас не природные, не лесные пожары, а ландшафтные. То есть те поля с сухостоем, то та трава, которая осталась с прошлого года, сейчас вы видите, снег практически сошел, погода достаточно сухая, солнечная и морозная. Тем самым верхний слой почвы высушивается, трава высохнет достаточно быстро. В рамках подготовки к пожароопасному сезону в республике создан достаточный резерв сил и средств. В случае угрозы на борьбу со стихией смогут выйти более тысячи человек и 200 единиц различной техники. Результаты проводимых профилактических мероприятий говорят о полной готовности Чувашии, чтобы ситуация 2010 года не повторилась. Я хотел бы обратить ваше внимание, внимание губернаторов, всех, кто к этому имеет отношение, на то, что этим надо заниматься. Будем контролировать, что происходит. Если потребуется вмешательство в федеральных структур, обращайтесь. Но хотел бы отметить, что ответственность в данном случае на регионе действует в соответствии с существующими инструкциями. Анастасия Алексеева, Антон Вовк, Республика. Еще одна весенняя тема – посевная. Своевременно доводить средства до сельхозпроизводителей – одна из важнейших задач для успешного проведения весеннеполевых работ, отметил министр сельского хозяйства Чувашии. Но даже выделенные средства не всегда приносят результат. В чем причина? Разбиралась Ольга Алексеева. Для того, чтобы оперативно и организованно провести полевые работы, нужны деньги и контроль, считают в Минсельхозе Чувашии. Что касается средств, то на 1 апреля объем государственной поддержки агропромышленного комплекса республики составил 1 миллиард 700 миллионов рублей. Что касается контроля, то создан штаб по проведению полевых работ. Представители министерства, предприятий и организации будут регулярно выезжать в районы и решать возникшие проблемы. В 2014 году посевная площадь должна составить 570 тысяч гектаров. Важно, по словам министра, и получить эффект от кредитных средств, которые получают хозяйство. Тот объем кредитов, который личный подсоцент хозяйства получает, конечно, мы ждем, чтобы приносил определенный результат. А результат – это увеличение объемов производства хозяйственной продукции, увеличение поголовья сихоживотных. К сожалению, динамик у нас в этом отношении у хозяйств населения, наоборот, отрицательная. А пока идет подготовка к весенним работам. В аграрном секторе отмечают, что посев озимых зерновых культур оценили как удовлетворительный. Ольга Алексеева, Светлана Лекимова, Евгений Анисимов, Республика. Зарегистрировать права на недвижимость или, к примеру, получить необходимые сведения, которые внесены в государственный кадастр недвижимости, услуги Росреестра теперь оказывают во всех 26 многофункциональных центрах Республики. Причем в сокращенные сроки. Для тех, кто обратится в МФЦ, это 5 дней вместо 10. 4 автобуса, оборудованных подъемниками для инвалидов в колясках, появятся на городских маршрутах. Такие автобусы разрабатываются в рамках программы «Доступная среда». 2 апреля по решению ООН во всем мире отмечается день распространения информации о проблеме аутизма. В Чебоксарах этой дате посвятили круглый стол. Позволить детям быть такими, какие они есть. Аутизм – не заболевание. Это особое развитие ребенка, говорят специалисты. Ученые еще не пришли к единому мнению, в чем именно кроется причина диагноза. Одна из версий – мутация в хромосоме. Эти особенные дети живут как бы в своем мире. У них повышенная тревожность, они закрыты для окружающих. Некоторые дети-аутисты обладают уникальными способностями. Какие основные направления ведения ребенка с аутизмом? Конечно, первое направление – это врач-психиатр. Я уже говорила о том, что именно врачом-психиатром ставится этот диагноз. Следующий – должен посмотреть детский невролог. Потому что необходимо исключить какую-то органическую патологию, которая могла быть при рождении, которая могла быть при начале развития и так далее. Поэтому, конечно же, осмотр детского невролога должен быть. Психолог. В мире 67 миллионов детей с аутизмом. В последние годы наблюдается тенденция роста. Среди них соотношение мальчиков и девочек 9 к 1. В нашей республике около 80 таких ребят стоят на учете у детских психиатров. В зависимости от состояния здоровья, особенные дети могут обучаться в обычной школе при необходимости в коррекционном образовательном учреждении или на дому. Детский омбудсмен Вячеслав Рафинов отметил, что в работе с особенными детьми больше внимания нужно уделять творческим занятиям. А родители посетовали на то, что врачи и педагоги в районах не обладают достаточной информацией для ранней диагностики детей аутистов. Были случаи, когда из-за этого заопаздывали с началом реабилитации. В ближайшее время создадут форум, где смогут общаться родители детей с аутизмом. Это будет сделано в рамках реализации проекта «Мой уникальный ребенок». Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев, Республика. 116 автомобилей арестовали в этом году судебные приставы. Все эти машины принадлежат должникам, которые вовремя не оплатили штраф и исполнительный сбор. Всего за два месяца в службу судебных приставов поступило более 55 тысяч документов о взыскании административных штрафов на 33 миллиона рублей, а взыскано почти 17 миллионов. Порой приставы идут на крайние меры – арест автомобилей. Так случилось и с владелицей 99-й. Она регулярно нарушала правила дорожного движения и накопила долг по штрафам почти 10 тысяч рублей, в том числе 6 тысяч исполнительского сбора. Но не спешила его оплачивать. Более того, свой автомобиль владелица тщательно скрывала. У должницы есть 10 дней на добровольное погашение задолженности. Если долг не будет погашен, то автомобиль после процедуры оценки будет передан на реализацию. Также 22-летний житель столицы задолжал около 50 тысяч рублей. Автомобиль скрывал, но все же не смог уйти от Фемиды. А вот водитель маршрутки задолжал более 400 тысяч. Это и просрочка оплаты займа организации, предоставляющей так называемые быстрые деньги, и неуплата административных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Должник тщательно скрывал свой автомобиль от служителей Фемиды. В конечном итоге машину засекли на одной из мойк и арестовали. Завтра 4-я пришли. Нынешней весной в военную форму наденут более полутора тысяч новобранцев из Чувашии. Призывная кампания стартовала накануне, а сегодня в военном комиссариате Чувашии собрались председатели районных комиссий, главы муниципалитетов. На сборах наметили задачи на текущий год. Накануне весеннего призыва в генеральном штабе объявили о том, с какими новшествами столкнутся новобранцы этого года. Теперь военнослужащих будут обеспечивать и средствами личной гигиены. Прямо на сборных пунктах им будут выдавать специальные комплекты с бритвенными станками, пеной и мылом. Выдавать призывникам будут электронные карты, а вместо алюминиевых жетонов – жетона с микрочипами. Сократился в этом году и перечень болезней, из-за которых молодые люди могут получить отсрочку. Теперь в армию пойдут ребята даже в самой тяжелой стадии плоскостопия и болезнями подкожной клетчатки. Хотя в районных отделах военного комиссариата отмечают, что здоровье призывников улучшается с каждым годом. В прошлом году годными к военной службе было признано более 4 тысяч человек. Всего же медицинское освидетельствование прошли 6 тысяч ребят. Мы видим, что это открываются и фоки, и оздоровительные учреждения у нас более начали качественно работать и подходить к этому мероприятию. Да, единственное, может быть, вопрос остается открытым направление ребят на дополнительное медицинское освидетельствование. Ну, тут есть объективные причины. Может быть, врачи хотят себя обезопасить в период именно прохождения ребят на медицинской комиссии. Об особенностях весенней призывной кампании военный комиссар Чуваший сегодня рассказал журналистам. Подробное интервью Александра Бакрушина смотрите в программе «По существу» сразу после выпуска новостей. Ну, а героям следующего репортажа об армии думать пока рано. Новые люди, новые перспективы, новые страны, новые культуры. Все это программа по обмену школьниками. С ее помощью участники открывают для себя целый мир, которые не могли себе представить. Кто из иностранных студентов сейчас учится в Чебоксарах, смотрите в следующем сюжете. Первая скрипка этого инструментального оркестра – Ян Экерт. 17-летний школьник из Германии. Он уже 7 месяцев учится в обычной чебоксарской школе. Русский язык Ян начал учить еще на родине. А сейчас приехал в Россию по программе АФС. Это межкультурное обучение и глобальное образование. Я тут учу в 9, 10 и 11 классе. Русский язык, конечно, я хочу стать ЕГЭ по-русскому. Да, и меня очень удивляет здесь русская душа. Здесь все дружат с ученицами. Это у нас в Краме. Эта программа помогает школьникам от 15 до 18 лет получать знания, необходимые для жизни и эффективной работы в любой точке земного шара. АФС существует уже целый век. В Чебоксарах же она действует на протяжении 9 лет. Сегодня 5 школ Чувашии принимают участие в этой программе. За это время около 80 иностранных студентов из Европы, Бразилии, Китая, Новой Зеландии, США, Таиланда, Японии и многих других стран приезжали в нашу республику. Они изучают русский язык по отдельной программе, а знания по другим предметам получают наравне со школьниками. Большое требование – это желание. Желание быть волонтером, помогать. То есть всегда 24 часа в сутки быть востребованным. Первая и главная цель – это не язык. Язык – это уже средство, которое помогает общаться. Именно научить жить в другой культуре, понять эту культуру и сделать для иностранца нашу страну малой родиной. АФС – это двусторонний обмен. Участники проживают в принимающей семье и учатся в местной школе. Ксении Васильевой это только предстоит. В конце августа она уедет учиться во Францию на один семестр. Что я сделала для того, чтобы попасть в эту программу? Ну, ничего особенного. Всего лишь обратилась к представителю этой программы в нашей школе. Она мне сказала, что делать. Дала анкеты, которые я заполнила. Ну, вот так все получилось. Моя будущая профессия, надеюсь, будет связана с путешествиями, с изучением других стран, других культур. И вообще этот опыт мне очень пригодится. Более ста тысяч волонтеров в разных странах мира работают с подростками, помогая им адаптироваться в чужой стране, осваивать новый язык, познавать мир, находить друзей, расти как личность и взрослеть. Так что в чужой стране наши ребята без помощи не останутся. Ксения Кравчук, Николай Яковлев, Республика. Студенческая весна в Чувашском государственном университете имени Ульянова в самом разгаре. Команда факультетов старается удивить зрителей оригинальной драматургии и представлений. Студенты факультета русской, чувашской филологии и журналистики показали историю о первом. Визитка с названием «Первый» уже предполагает, что речь пойдет о космосе, Вселенной. Действительно, концерт был посвящен 80-летию со дня рождения Юрия Гагарина и годовщины первого полета человека в космос. Но фантазия журналистов и филологов пошла дальше. Во Вселенной столько звезд и планет, почему бы не рассказать о человеке, собравшемся полететь на Марс? Он решил показать инопланетянам, чем богата наша планета Земля. Подтверждение этому – грациозное дефиле театра мод «Достояние». В каждом образе глубокий смысл. Мода – существо изменчивое, а вот искусство и культура, художественные и духовные ценности – они не подвластны времени. Студенты представили практически все жанры искусства. Театр, где актеры буквально сгорают на сцене во имя творчества. Изобразительное искусство с шедеврами Ван Гога, подсолнухи. Что не образ, то новое прочтение, в общем-то, уже известного. Литература и архитектура, танцы и музыка – на протяжении всей истории они вдохновляют человека, раскрывают его таланты, его душу. Финал истории о первом остался открытым. Студенты еще поразмышляют над тем, что важнее в этой жизни – чувство или долг, любовь или полет в неизведанные. Третий год интернет-пользователи страны выбирают город России, который достоин стать национальным достоянием. В прошлом году в таком голосовании победили Чебоксары, ну а в этом столице республики пока занимает третье место. Отдать свой голос может каждый. Нужно только выйти на сайт городроссии.рф. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин